Здравствуйте! Это программа интервью в студии Татьяны Потанина. Три дня крупнейшие авиаперевозчики, туроператоры и представители международных аэропортов в Красноярске обсуждали перспективы развития авиационной отрасли и новые варианты сотрудничества. Вот какие возможности есть у Красноярского края в этом направлении, сегодня будем говорить с нашим гостем у нас в студии Константин Димитров. Здравствуйте! Здравствуйте! Министр транспорта Красноярского края. Первый вопрос, почему такой масштабный авиационный форум во второй раз проводится и выбрали уже Красноярск в середину, скажем так, Евразии? Действительно, проведение этого форума очень почетно, потому что действительно собираются все сливки авиационного сообщества плюс туроператоры. Были гости и из-за рубежа, это были страны Азиатско-Техокеанского региона и даже гости с Африки, которые приехали. И действительно, отзывы очень положительные. Никто не ожидал, что в центре Сибири такие красоты и, в принципе, такой современный аэропорт с очень удобной инфраструктурой. Не только для построения пассажирского хаба, но и для построения грузового хаба. И это уже, в принципе, отметила крупнейшая компания «Волга Днепр», которая у нас, в принципе, уже два года базируется и делает перегрузы по системе «тейл-то-тейл», хвост в хвост, перегружает грузы, которые летят с Азии в Европу и обратно. И видят перспективу именно Красноярского края как экспортера товаров. Что нужно пользоваться тем, что мы очень выгодно находимся именно в авиационной доступности именно между Азией и Европой. Электронная таможня сейчас есть, да? И это тоже удобно, я так понимаю, для партнеров? Конечно же, конечно же. У нас электронная таможня, у нас довольно-таки неплохой грузовой склад. И мы в перспективе думаем расширение этой грузовой инфраструктуры, чтобы привлекать больше грузов для перевалки пока. А уже с перспективой именно экспортного груза из Красноярска, в том числе и сельскохозяйственной продукции. А какие грузовые направления транзитные рассматриваются сейчас с перевалочной такой базой в Красноярске? Это в первую очередь из страны Китай, Китай и Малайзия. Летят они в страны Восточной Европы и в том числе в страны Америки. Что касается пассажирских перевозок, вот какие еще есть возможности у Красноярского края? И чем интересен в этом направлении наш аэропорт для партнеров из других стран, из других регионов? Конечно же, наш Красноярск – центр России, географический. И это очень удобный разлет в разные стороны, как в сторону Запада, так в сторону Востока. Это для среднемагистральных самолетов. И, в принципе, поэтому компания «Аэрофлот» заявила свое желание, уже подписали на КЭФе с губернатором и с аэропортом соглашение о создании авиахаба. Это крупнейший перевозчик в России, национальный перевозчик. Они видят большую перспективу именно также построения хаба привоза пассажиров с азиатского региона и разлет как в Москву, так и в европейские части. Ну и, соответственно, интересно очень разлет в сторону Востока. То есть мы, как хаб, должны собирать восточного пассажира, вот именно там с Хабаровска, с Владивостока, и также делать разлет в сторону Европы. Также наша компания «Базовая Нордстар» хочет развивать свои линии. Пока у нас единственное, что у аэропорта не готова инфраструктура до конца, именно отсутствие МРД, магистральной рулежной дорожки. Но уже в этом году начинаем ее строить. И в следующем году у нас будет полноценная инфраструктура уже для хабовой работы аэропорта. Какие новые направления для пассажиров могут в ближайшей перспективе открыться? Ну мы уже понимаем, что у нас добавятся рейсы на Китай. У нас будут новые города из Красноярска именно на Китай. «Нордстар» заявил, что полетит Красноярск-Китай и с Китая в Краби. То есть регулярка будет у нас на Краби, ее не было. И вообще в рамках этого форума многие аэропорты России заявили, что желают дружить, так скажем, с нами и выстраивать обоюдные рейсы. А вот это сотрудничество со многими аэропортами, с авиакомпаниями как-то может выгодно сказаться на стоимости билетов, на стоимости вот этих маршрутов, может быть, по России, может быть, на зарубежных каких-то направлениях? Полеты в Москву, они не будут особо дешевле. Сейчас довольно-таки жесткое ценообразование авиабилетов. Очень существенно выросла стоимость топлива в прошлом году. И компании лавируют на грани, так скажем, безубыточностей. Но открывая новые перспективы, именно летая напрямую, не через Москву, а напрямую сразу в регион, допустим, как в Татарстан, в Омск и так далее, напрямую из Красноярска, конечно же, для нас это будет намного доступнее. То есть ранее, если летали в Татарстан, в Казань, допустим, необходимо было лететь в Москву, и потом обратно возвращаться в Казань, и это выходило порядка 20-25 тысяч, тут прямой рейс порядка 15 будет. Конечно же, прямые связи всегда дешевле и проще. Возможности нашего аэропорта позволяют существенно расширить вот эту вот маршрутную сеть, и международную, и российскую? Конечно, конечно. Мы готовы и можем развиваться, и пока нас ничего не сдерживает, а именно открытие хаба мы как раз совместим с открытием магистральной рулежной дорожки, которая в два с половиной раза позволит нам делать больше взлет-посадок с нашего аэропорта. А какие-то еще вложения необходимы в аэропорт в плане инфраструктуры, чтобы больше принимать, больше дружить, скажем так, с другими регионами, аэропортами, туроператорами и прочим? Необходимо постоянно вкладывать средства не только в развитие, но и в содержание, в текущее плоскостных сооружения и так далее. В прошлом году мы ввели новый перрон перед новым терминалом, и нам необходимо еще вкладывать средства в ремонт существующего перрона, потому что он довольно-таки старый, и необходимо его обновлять по требованиям современным, международным. Вот. Также мы подразумеваем, что в связи с увеличением рейсов, с увеличением стоянок кораблей, которые будут, как мы уверены, все больше и больше заполнять наш перрон, необходимо его расширение. Именно перрон, стоянка самолетов. А что касается внутрикраевых каких-то полетов, у нас какие перспективы в этом вопросе есть? Внутрикраевые полеты — это больше социально значимые у нас. Под пристальным вниманием правительства все находятся, жесткое ценообразование. Мы понимаем, что сильного развития там не может быть, потому что пассажиропоток, и он понятен. То есть там в любом случае, летая в Труханск или в Игарку, там мало чужих людей летает. То есть это в основном летает население, либо люди по работе. Он сформирован. Единственное, сделать для людей более удобно. То есть пассажиропоток особо не изменится, но, допустим, вместо одного рейса в неделю сделать два, то да, мы вот именно удобное расписание мы рассматриваем, как сделать удобнее для населения. Мы рассматриваем с учетом консорциума «Нордстара» и «Красавиа». Мы хотим, так скажем, объединить усилия, и понимая, что объединив усилия, мы получим более широкую линейку по вместимости именно судов. То есть, допустим, «Нордстар» летает, у них 46 кресел АТР-42. И, может быть, не нужно нам два рейса лететь на этом 42-м, потому что второй рейс не заполнится. Мы полетим один раз с емкостью 46 кресел, а второй раз полетим на Л-410 «Красавиа», в которой емкость 19, и вывезем необходимое количество пассажиров. Тем самым экономика будет в порядке, и спрос удовлетворим. А есть какие-то потребности у пассажиров в том числе использовать авиатранспорт как альтернативу железнодорожному и так далее в каких-то других направлениях по краю или соседние регионы? Конечно же, мы развиваем это направление и запустили рейс в Абакан в этом году и в Барнаул. Мы видим это перспектива, это Енисейская Сибирь, в Кызыл направление также необходимо увеличить. Чтобы авиаперелеты были привлекательными, нужно хотя бы, цена была там условно полтора-два билета на поезд или на автобус, и чистота была не реже двух раз в день. Тогда люди полетят, потому что для бизнеса время — деньги, им будет это удобно. Каждый вложенный рубль именно в транспортную услугу, именно в развитие бизнеса, он даст прирост ВРП региона 4-5 рублей. Это, в принципе, экономически доказано международным сообществом, что транспортное сообщение улучшает экономику тех регионов, где оно есть. Но когда-то будут доступны эти полеты? У нас уже сейчас в Абакан мы летаем каждый день, то есть каждый рабочий день, и стоимость билета равна цене на поезде. В принципе, можно уже летать. Единственное, мы движемся, чтобы летать два раза в день. Но сейчас эти маршруты востребованы? Да, маршруты востребованы, конечно. А какие еще нерешенные вопросы, нерешенные проблемы для развития авиационной отрасли Красноярского края есть? Как Вы считаете? У нас много проблем с малой авиацией. У нас старый парк, который необходимо менять. И на самом деле есть современные перспективные разработки российские, но они пока еще не вышли на линию, мы их ожидаем. Нам необходимо обновлять вертолеты, которые в Красноярском крае очень нужны, именно как рейсовое сообщение. То есть у нас по Ивенке можно перелететь с села в село только на вертолете. Также мы должны смотреть, восстанавливать старые площадки под малую авиацию именно самолеты, потому что в перспективе это дешевле. То есть работы непочатый край по сути именно по развитию авиации в регионе, малой авиации, которая необходима как социально значимая. Спасибо большое за интервью. Я напомню, что сегодня мы беседовали о развитии авиационной отрасли Красноярского края. В гостях у нас был министр транспорта Красноярского края. Я с Вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова